Женщина просила найти по фамилии Пшеничка человека. Вот мы сейчас едем двоих найти. Вот мы сейчас пытаемся их найти. Кто-то понимает, третий дом, это раз, два, три. Наверное, вот здесь, да? Вот там люди. Видишь, где эти надписи написаны? Сейчас, подскажите, а фамилия Пшеничка? Говорит вам о чем? Да. А где они живут? Соседи, да? А можете вызвать их, пожалуйста? Да, конечно. Да, они вон окно оббивают. Да, вы подойдите к нам, мы вам хлеб дадим. Добрый. Здрасте. Да, вот ваша, возможно, дочь из США, да? Да. Попросил вас проведать. Мы вам кое-какие продукты привезли. Хлеб. Ну, наше десятое. Да, скажите, вот мы для нее видео передадим. Скажите, как вы тут живете? Сейчас я маму порукаю, она больше переживает. Здрасте. Добрый день. Спасибо. Ваша дочь искала вас, попросила нас узнать, как у вас дела. Вот, на видеокамеру скажите, как у вас дела. Ну, скажите, мы передадим. Я не знаю, что сказать. Ну, что, нормально, живи, здоровье-то и все. Что ты будешь им казать? Ну, пока живи. Живи, живи здоровье. Все. Только заболело очень. А что там? Ну, врачичник, там и давление. Да, наверное, у подвале сидим. У вас есть лекарства, скажите? Ничего нет, мы не запасались. У подвале сидим, а то оно дое. Сейчас мы какое-то лекарство не дадим. Да, все нормально. Все нормально, Вита. Мы живи здоровье. Мы живы. Главное, мы живы. Все, ладно, держитесь. Да, мы поехали дальше. Спасибо вам, ребята. Спасибо вам. Если она вам что-то запишет, видео какое-то. Да, мы вам покажем обязательно. Обязательно, пожалуйста. Моя девочка, мы живы. И крыша, крыша целая. Все нормально. А Викна установлен. Ну, как-нибудь уже, Боже. Дай Бог. Забери меня, пожалуйста, к себе. Все, Влада у вашего все нормально. Он передал привет. Сказал, что... Мои дети. Дорогие. Держитесь. Дорогие, золотые. Все, берегите себя, пожалуйста. Берегите. Все будет хорошо. Берегите себя. Из этого разрушенного дома вы мне написали по поводу этой семьи. Смотрите, вот этот парень, он уехал в Днепр. А вот к этой семье мы сейчас поедем. Они сейчас на третьей улице. Там двухэтажная кухня. Они там прячутся в подвале. Вот туда мы сейчас поедем. Ваши родственники хотели узнать, как они живы-здоровы. А родственники это кто? Наверное, Настя, что ли? Настенька? Да. Это моя дочечка. Как они там? Тихо, спокойно. Вы сейчас нас заплачете. Давайте мы плакать не будем. Хорошо, я не буду плакать. Там дочь. Дочь у меня тоже. В Мариуполе сейчас сложно. Там гуманитарные перейдоры с ними не получаются. Они не могут откуда выехать. У нас все хорошо. Мы здоровы. Пусть не переживают. Все хорошо. Спасибо, ребята. Спасибо большое. Мы обещали раненому мальчику заболевающую мазь. Мы сейчас привезли лекарства средных заболеваний. Здравствуйте. Привезли, только попросили. Спасибо вам большое. Альфа-нормекса не было. Альфа-нормекса не было, да? Альфа-нормекса не было, да? Спасибо большое. Может, еще будет этот альфа-нормекс? Если будет, мы сразу завезем. У нее и год пить надо. Я купила только на месяц. Я же не знала. Дети перейдут. В этом доме живет фельдшер поселка Солнечное. Сюда мы тоже перейдем лекарства, чтобы те люди, кто здесь проживает, могли воспользоваться помощью человека, который остался здесь выполнять свой долг. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова